Добрый вечер, это программа после новостей. С 1 июля в Красноярском крае и по всей стране вырастут платежи за коммунальные услуги. Но поскольку для подавляющего числа россиян это существенная и обязательная строка расходов, а проблемы в этой области, к сожалению, находятся с незавидной регулярностью, сегодня, что называется, опять нет повода не пообщаться по поводу проблем в ЖКХ, поэтому я представляю наших гостей. Итак, Роман Крастилиев, депутат городского совета Красноярска, добрый вечер, Роман, и депутат законодательного собрания края Александр Глесков, добрый вечер. Добрый вечер. Александр, ну вот летом 2021 года, год назад, правоохранительные органы сообщили, что есть подозрение, что со счетов управляющей компании УК ЖСК вывели больше миллиарда рублей. И вот сегодня, Александр, вы в своем телеграм-канале написали, сообщили о том, что возбуждено уголовное дело о пропаже денег со счетов УК ЖСК. И как юрист, уточните, для зрителей какой статус и для кого? Действительно, дело наконец-то было возбуждено. Возбуждено по статье 160 Уголовного кодекса, это присвоение и растрата. У меня есть официальный ответ прокурора Красноярского края на этот счет. Фигурантами дела является группа лиц, один из директоров ООО «Содержание и благоустройство», это, собственно, как управляющая компания, управляющая компанией ЖСК, то есть фактически их учредители. Ну, я думаю, ниточки тянутся дальше и в Москву, и в другие регионы, где вот эта структура, этот холдинг присутствует. К сожалению, очень много времени прошло, пока это дело возбудили, потому что, ну, и мы, и вы говорили много раз, что проблемы УК ЖСК начались больше двух лет назад, когда поменялся собственник и началось. Там, где планировался текущий ремонт, он по каким-то причинам откладывался, не проводился. Там, где делался, жаловались подрядчики, что с ними не рассчитывались. Жители, которые пытались уйти, они сталкивались с тем, что массово подделываются протоколы, их, как крепостных, держат в УК ЖСК. Ну, и я писал прокурору, и был действительно ответ, что выведено безвозвратно 1 миллиард 200 миллионов рублей. С тех пор прошел год, думаю, что сумма минимум в два раза увеличилась. И не факт, что эти деньги когда-то к красноярцам вернутся. Ну, вот УК ЖСК, если не ошибаюсь, это 40% жилищного фонда города Красноярска, Роман, вот вам вопросы. И, кстати, вот в начале этого года, как уже Александр сказал, мы выпустили большой репортаж, который назывался «Коммунальная пирамида» о судебных разбирательствах Красноярской управляющей компанией ЖСК. И было ощущение, что вот как-то не сдвигается дело с мертвой точки. И вообще, сколько еще нужно времени, чтобы ситуация как-то расследовать? Года недостаточно, как вы считаете? Вопрос, конечно, риторический, достаточно или нет. Но на самом деле не замечать то, что происходит с домами УК ЖСК, это нужно очень сильно постараться. Складывается такое ощущение, что и городская, и краевая власть в этой части серьезным образом, мягко скажем так, не дорабатывает. Потому что те сюжеты, которые они выпускают, как они съездили там в дом какой-то проверили, они напоминают просто какие-то утренники или чаепития, потому что никаких действенных мер потом не происходит. Мы завалены фактически в городском совете и в законодательном собрании жалобами жителей на какие-либо правонарушения со стороны УК ЖСК. Какого рода, к примеру? Ну, самое распространенное, безусловно, это ненадлежащее содержание общего имущества. Потому что какая управляющая компания, вернее как, что домом управляет управляющая компания ЖСК, становится понятно, как только ты подходишь к подъезду этого дома. Когда ты зашел в подъезд, ты уже сомнений никаких не имеешь, что это ЖСК, потому что все ободрано, обшарпано, развалено. Деньги с общего, собранные на ремонт общего имущества отсутствуют. Проблемный жилищный фонд. Ну, понимаете, там же есть и непроблемный, и новый, и старый. И совокупность жалоб, которые поступают, они ведь однозначно и на душу населения, и на количество домов, и на площадь жилую. Оно в пользу ЖСК с большим отрывом от любой другой управляющей компании. Кроме городских, краевых структур, есть еще такая организация, как «Стройнадзор». Вот каким образом там идет взаимодействие с властями, или, может быть, каким-то образом там решается? Ну, давайте вот прямо скажу. Вот у меня там было одно общение с представителями УК ЖСК, вот когда, то есть вот эта вот структура, содержание благоустройства, все вот эти товарищи приехали, когда они только купили компанию. Я вот их послушал, они прямо говорят, что у нас все сквачено. Мы работаем с властями, мы решаем, кто будет мэром, мы решаем, кто будет депутатами, мы там взаимодействуем, так, в кавычках, и с правительством, и со «Стройнадзором». Я вот это все вижу сегодня. Ну, вот «Стройнадзор» публикует пресс-релиз, что они там, значит, с руководством УК ЖСК провели чаепитие, и обсудили права и обязанности. Это что, работа «Стройнадзора»? Вы лишите их лицензии, выдайте им там сотни предписаний, оштрафуйте. УК «Базис» лишили вот этих аферистов лицензии, УК ЖСК они не замечают. Правительство, вот посмотрите, пресс-релиз на сайте был, ну, потерли. У меня скриншот есть. Там вице-премьер правительства Краевого, не будем показывать пальцем, устраивает фотосессию на фоне сугробов вместе с руководителями УК ЖСК в Красноярске. Говорит, это государственная компания, и мы поможем им, значит, с техникой, чтобы убрать дворы. Ну, это что за лоббирование интересов отдельно взятой какой-то структуры, при том, что, ну, вот как Роман говорит, это надо быть слепым, глухим, вообще в Красноярске не жить, чтобы не замечать вот этого всего беспредела, издевательства. Да, сугробов уже нет, а что с деньгами? Вот прокуратура установила, что вывод средств со счетов УК ЖСК имеет место быть, и какова судьба этих денег, и как вообще планируют их людям возвращать, и как вообще реагируют жители на это? Ну, смотрите, вот вчера по дольщикам обманутым новость была, что ушло дело в суд. Ущерб миллиард арестовали на 50 миллионов. Вот я опасаюсь, что история будет точно такая же, что деньги эти уже уплыли. Найти, ну, какую-то минимальную часть, наверное, получится, но всю сумму, если там речь идет о миллиардах рублей, это маловероятно. Причем, я смотрю, там вот этот холдинг уже, они какие-то активы в Москве прикупили, какие-то, сюжет я видел, ваш же, корреспондент, расследование делал, какие-то участки на Рублевке прикупили. То есть, эти деньги уже где-то, где-то в других местах. Поэтому надо просто пресечь вывод денег. О чем, вот, кстати, прокурор в своем ответе пишет, что они уже в суд вышли, вынуждены были выйти в суд с иском о запрете УКЖСК перечислять деньги каким-то третьим лицам. Ну, то есть, такое впечатление, что кроме прокуратуры никто интересы жителей защищать не хочет. Ни стройнадзор, ни правительство, ни городская администрация. Жители один на один вот с этим монстром. Ну, вот, получается, что жители беззащитные, деньги со счетов могут продолжать выводиться. Что дальше вообще предполагается? Ну, деньги, мы надеемся, что иск прокурора будет удовлетворен и будет наложен запрет на вывод этих денежных средств. Я убежден, что суд это решение примет. Ну, а что касается, вот, что делать сейчас жителям, ну, вопрос, ответ очевиден. Нужно как можно скорее менять управляющую компанию, потому что пока будет расследоваться дело, пока мы там будем заставлять все вместе работать стройнадзор и всех остальных, будут и деньги выводиться, не будет обслуживаться жилье само, не будет никаких работ по благоустройству во дворах этих домов, потому что деньги, конечно, которые они, ну, выводят, это первое из всех имеющихся проблем. Но немаловажно же еще и текущее содержание. Если его вовремя не осуществлять, то дом станет попросту аварийным. Или будет причинен ущерб имущественный, как в прошлом году, когда по чьей-то халатности приборные учеты не были опечатаны, и жители получили квитанции по городу, если это посчитать. Это сотни миллионов рублей, которые люди заплатили за воздух, фактически, из-за чьей-то безалаберности, ну, не чьей-то, а сотрудников ЖСК. Поэтому выход один – менять управляющую компанию, а дальше уже добиваться всеми возможными законными способами и возврата денег, и осуждения, соответственно, виновных лиц. Кстати, о законности. Александр, поясните, пожалуйста, насколько это законно? В общем-то, вот эти претензии, большинство, по крайней мере, из них претензий финансового плана, они все-таки относятся к предыдущему руководству. Вот насколько вообще законно требовать наказать, да, вы же этого требуете, тех людей, кто к долгам накопленным, в принципе, ну, вот такого прямого отношения не имеет. Это первый вопрос. И вот мы с вами до эфира общались, в социальных сетях большое, ну, обсуждается, по крайней мере, то, что большое количество претензий появилось, ну, вот в последнее время, с приходом новой команды, которая стала расставаться с прежними сотрудниками, в том числе с руководящих должностей, и, может быть, вот как-то все эти претензии и сведение счетов с новым руководством, может быть, здесь есть какая-то связь, как вы считаете? Ну, давайте я вот как раз перед вот этим эфиром мы с Романом еще раз посмотрели ваш большой репортаж. Ну, там же вы установили и прямо говорите о том, что как только поменялся собственник, там, два года назад, во-первых, тут же улетучились те деньги, которые жители копили до этого на текущий ремонт. И это не вопрос предыдущего руководства. Предыдущее руководство, получается, копило, то, которое пришло, тут же эти деньги куда-то перевело. И дальше это все продолжается регулярно. То есть там тоже в вашем репортаже говорится, как только какая-то копейка пришла, она тут же улетучивается. Причем они же запутывают следы, смотрите. Как только дело возбудили, тут же вот это ООО содержание благоустройства поменялось на какое-то другое там ООО рога и копыта, то ли титан, то ли еще что. Сколько директоров в Красноярске поменялось? Человек семь или восемь уже. Причем некоторые уже показания дают и комментарии о том, что куда мы попали, это какие-то аферисты здесь как бы, ну, кроме судимости ничего не заработать, через месяц-два уваляется. Ну, аферистами их должен признавать суд так или иначе, да. По факту прокурор об этом же и пишет, что дело возбуждено, деньги собраны на текущий ремонт. Ну, до суда мы рано или поздно доживем, я надеюсь, что это, собственно, вот я свою задачу в чем вижу, что все-таки это дело не должно быть спущено на тормозах. Вот эти люди все должны быть наказаны. Такие люди вообще не должны работать в Красноярске. Они придумали, что они приедут, здесь всех оберут, как липку, и им ничего за это не будет. Нет, я думаю, будет. Роман, ну, вы-то не понаслышке знакомы с коммунальной сферой, как народный избранник. Вообще, это сфера, где, ну, вот проблемы, они и претензии от жителей, они есть всегда. Это естественный ход вещей, что называется. И вот, ну, ни одной, пожалуй, кроме моей, в которой я живу, компании не встречала, где хотя бы иногда жильцы не жаловались. И вот регулярно есть проблемы у других управляющих компаний, вплоть там тоже до отзыва лицензий, насколько я понимаю, доходит. Может быть, к этой компании, давайте порассуждаем, больше претензий в силу того, что у нее жил фонд больше? Мы видим, что те компании, которые ведут недобросовестную игру, рано или поздно получают по заслугам. Отзываются лицензии, там, привлекаются к уловной ответственности, осуждаются их руководители. И только вот с УК ЖСК происходит все вот так вот легко, хорошо и тому подобное. Масса коллективных жалоб есть на то, что подделывают протоколы. То есть люди пытаются перейти с УК ЖСК, их не пускают. На следующий день в службу приносят протоколы с теми же подписями людей, которые вчера еще подписывались за другую управляющую компанию. Стройнадзор этого, естественно, не замечает. И есть вот такие случаи, даже смешные для Красноярска. Но они и смешные, но и грустные одновременно. Когда люди после того, как перешли из одной управляющей компании в другую, устраивают праздники двора, понимаете? Шарики надувают, вату заказывают. Аниматоров, потому что они несколько лет воюют фактически без какой-либо помощи со стороны краевых структур, в частности стройнадзора. И вот такие вот идеальные условия для махинации созданы только для управляющей компании ЖСК. Как дальше будет развиваться событие, ваш прогноз? Ну, мой прогноз, что товарищи эти все-таки будут максимально тянуть, запутывать следы. Потому что чем дольше они управляют домами, тем больше денег они выкачат. Поэтому я вот тут только всем жителям, кто оказался заложниками, могу посоветовать не молчать, обращаться в прокуратуру края, раз прокурор занял здесь принципиальную позицию. Ну и будем как-то вместе добиваться, чтобы это дело не похоронили и максимально быстро расследовали. И чтобы реальных людей, не фунта вот этого, какого-то там директора, который там несколько месяцев проработал и уволился в этом содержании благоустройства, а конкретных людей, которые выгоду с этого получали, сидя в Москве и за границей, чтобы их все-таки привлекли, осудили, и был создан такой прецедент на территории России и Красноярского края. Вы надеетесь, что у нас на территории, в Красноярском крае, эту проблему удастся решить? Ну, рано или поздно мы все равно победим. Но не бывает так, что вот на глазах у всех люди так, скажем так, нагло, цинично действуют, и это никогда не закончится. Рано или поздно, да, перестанет виться эта веревочка. И главное, чтобы победили красноярцы. В отстаивании своих интересов большое спасибо нашим гостям. Роман Крастилиев, депутат городского совета Красноярска, и Александр Глесков, депутат законодательного собрания края, были у нас сегодня в эфире. Мы говорили о ситуации вокруг управляющей компании ЖСК. Это была программа «После новостей». Всем удачи и хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова